Ну а Москва продолжает наблюдать за разводом Тимоти. Его вторую половину не устроило предложение имущества поделить форум. Но она претендует теперь на все. Сейчас репортаж моих коллег, которые сегодня побывали на скандальном судебном заседании. Ты что, опять пересорил? И вообще он ледяной. Сам его ешь. А я уже привыкла. Ты что уши греешь? Иди на второй этаж убирайся. Кстати, колечко свое я так и не нашла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой! Я с тобой разговариваю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА разговаривает. Вы знаете, что? Идите вы обе. Че, бля? Дай мне выйти! Доворот не провожай! Скажи, где силы найти? Чтобы поделить наш рай! Ты просто дай мне уйти! Смех урали я заиграл! Мы слишком долго в пути! Вот и все пришел в финал! Ну вот, все, приехали. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, такая неловкая ситуация, где пустой выскочил. Да ладно, господи! У моей жены день рождения. Поздравьте, скажите несколько слов. Алло? Алло! Ты слышишь меня? Сейчас с тобой Тимати будет разговаривать. Кто? Сам Тимати! Наташа! Наталья, добрый вечер. Это Тимати. От всей души поздравляю вас с днем рождения. А Баскова там нет с вами? Чего? Баскова, говорю, нет с вами. Это совесть имей вообще. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово! 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 Как ты здорово! Слушай! Анька! Анька, кто пришел-то, а? Что ты здоровый стал, а? Ах! Ну что, давай, пошли! Анька! Макс, смотри! А? А ты не верила мне! Ага! Итак, расскажите нам, что произошло. Мне очень тяжело об этом говорить. Я пыталась спасти наш брак. Я ходила на кулинарные косы. Я пыталась угодить ему во всем. Он просто над ней издевался. Он издевался над моей девочкой. Что вы хотите? Она ему стирала, она ему убирала, она ему борщи варила целыми днями. А ему то холодное, знаете, то холодное, то соленое всегда. Он посуду бил. А вчера он вообще просто взял и, знаете, ушел в неизвестном направлении. Никто не знает, где он. Итак, это была как бы правда со стороны тещи Тимати, но есть и другая сторона медали. Че, блядь? Че ты ерунду-то всякую смотришь? Пусть будет так, как хочешь ты. Плюх холодной красоты. Мне оставаться смысла нет. Все, что имею, я дам. Оставь себе весь этот хлам. Прожженный дымом сигарет. Ну сколько можно об этом, я уже принял решение. Пора менять свою жизнь без твоего разрешения. И если раньше я думал, меня терзали сомнения. Предотвращение пожара, теперь мой план по спасению. И как прощальный подарок, забери себе все. Квартиры, деньги, машины. И вот о чем прошу тебя еще. Не бери в расчет, научись быть проще. Пламенный привет от меня, теща. Коворот не провожай. Скажи мне силы найти, чтобы поделить наш драйк. Ты просто дай мне уйти. Эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути. Вот и все, пришел финал. Я лучше буду ни с кем, чем потону в бытовухе. Мне надоели скандалы твои тупые подруги. Ты снова хочешь в Париж, а за какие заслуги? Вижу тебя на обложке, но не в роли супруги. Вижу, как любишь себя, поэтому не буду с тобой ласков. Ты любишь себя даже больше, чем Коля Басков. Ты в интервью опять расскажешь людям сказки. А я одним куплетом гоню тебя в краску. А мама говорила, что твои бургеры – гадость. Да? А бабушка ничего про мои бургеры не говорила? Принесите еще хот-дог. Ты красивый, не спорю, но я выбрал не ту. Скажи, зачем мне работать на твою красоту? Я как обманутый вкладчик, что поверил в мечту. Думал, ты слышишь меня, но я кричал в пустоту. Я выхожу из игры, что будешь делать? Но теперь по разным жить берегам. Нам будет лучше, поверь, я ухожу от тебя. Хороших нет новостей. Ты дала мне понять, деньги портят у людей. Ну, сам что, как? Ну, ты же знаешь, бывало и получше. Но, знаешь, во всей этой сложившейся ситуации для меня самое главное – это мой сын. Что никак с тещей не выживешься? Лучше не спрашивай. Кстати, о тещи. Недавно рассказали. Значит, жили были два друга. Ну, в городе. Один стал прокурор, понял, в городе. Ну, этот, который друг, приходит прокурор на прием, говорит, «Помоги, спаси мне друзей от детства, катастрофа, жить не могу». Ну, что такое, сейчас все вещи меня прогурили, известно. Он говорит, «Теща жить не дает, с женой даже общаться не могу». Ну, такая попалась вообще ужасная слушай. «А если теща, какой примерно срок будет?» Он говорит, «Ну, вообще, это очень серьезная статья». Но, если, говорит, еще мою зацепишь, год условно обещаю. «Тай не выйти, коворот не провожай!» «Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай!» «И просто дай не выйти, эту роль я доиграл!» «Мы слишком долго в пути, вот и все пришел в финал!» «Вот документы на ваш дом. Все это принадлежало компании вашего мужа. Но, так как компания проходит стадию банкротства...» «Мам, как?» «Ваше имущество будет арестовано». «Но вы не переживайте, у вас есть два дня, чтобы собрать плечи». «Что, блядь?» «С новугодом!» «Пускай мне скажут люди, разлука счастье губит, я молча встану у дверей». «И только жизнь рассудит, кто прав и путь что будет, давай прощаться поскорее!» «Дай мне выйти, коворот не провожай!» «Скажи мне силы найти, чтобы память наш рай!» «И просто дай мне выйти, эту роль...» «Жили они долго и счастливо, а Баба Яга осталась у разбитого корыта». «Спасибо!» «Ну что, куда летим?» «В Диснейленд!» «Ну, в Диснейленд и в Диснейленд!» «Кстати, с наступившим Новым Годом!» «Терри» «Ворьи, барьи, два, осьдесят март, два, госорежья». «Господи, какая же вонь!» «Наши, да?» «Билеты готовим». «Какой это у нас по счету брак-то?» «Третий?» «Най бог, не последний». Ну, мам, ну что, блядь? Субтитры подогнал «Симон»